Вместо шумозащитных экранов, преграждающих дорогу к 24 СНТ, благоустроенные съезды. Такое решение, наконец, приняли дорожники компании «Центр Автомагистраль», который завершает ремонт участка федеральной трассы М2 в границах Серпуховского района. До этого строители путепровода хотели перекрыть путь к дачным участкам более 10 тысячам человек. И только после вмешательства в ситуацию администрации Серпуховского района работы удалось остановить. Вот такие шумопоглощающие конструкции могли появиться на 87-м километре трассы этим летом. Доводы дорожников обоснованы. Участок федеральной магистрали расширяется до шести полос. Напряженность дороги значительно возрастет. Однако, решив одну проблему, возникала другая, более серьезная. Делают прекрасную вещь, прекрасную дорогу, но мы попали в небольшую западню. За подне, как говорит главный садовод муниципального образования, оказались около 10 тысяч человек. При реализации несогласованного с местными властями плана дорожников, дачники лишились бы единственного съезда к своим участкам. И это в основном пенсионеры. Сегодня люди хотят добиться решения возникших проблем. Об этом говорят и на очередной встрече с представителями администрации Серпуховского района. Съезд с автомагистрали М2 Крым на 87 и на 92 километрах включены в реестр муниципальной собственности. Соответственно, мы эту дорогу должны будем привести в нормативное состояние. А это значит, что на трассе уже к следующему дачному сезону появится, как и положено, по требованиям безопасности дорожного движения, две дополнительные переходно-скоростные полосы общей протяженностью полкилометра. Заасфальтируют и съезд к дачному поселку, но самое главное, что весной на 87-м километре трассы появится автобусная остановка. Раньше водители общественного транспорта вынуждены были останавливаться и высаживать пассажиров прямо на обочине. Добираться практически невозможно, нам доехать не на чем. Такая проблема, огромная проблема. Вот сегодня просто просили, упрашивали, чтобы он нас подвез. Вот мы пенсионеры, машины мы не имеем, нам очень трудно. Просим все наше правительство Москвы, Московской области, чтобы они обратили на нас внимание. Решить проблемы дачников-москвичей поможет межрегиональное соглашение, которое заключили между собой руководители области и Москвы. Оно предусматривает пятилетний план сотрудничества. На развитие инфраструктуры дачных поселков ежегодно будет выделяться около 5 миллиардов рублей. Более 40 миллионов в будущем году потратят и на обустройство этого съезда в Серпуховском районе. Программа губернаторская дороги к СНТ в обязательном порядке предусматривает одно из условий государственной программы. Это наличие на этой дороге запуска регулярного автобусного маршрута с автопавильоном. Когда все это будет? Как только мы сейчас получаем техусловия, для этого мы и поставили ее на баланс. Соответственно, у нас по срокам мы должны в этом году завершить проектирование. Самая главная, еще раз, у нас была задача, это не допустить, чтобы центр автомагистраль вас блокировал съезд. Хотелось бы поблагодарить нынешнюю администрацию. Мы надеемся, что мы теперь уже будем с дорогой и с автобусом. Разговор с представителями администрации Серпуховского района был продолжительным и конкретным. Обсуждали не только проблемы, но и перспективы. В планах уже благоустроительная работа на территорию дарчного поселка и строительство очистных. Спасибо огромной администрации новой. Остались очень довольны сегодняшним разговором. Все объяснили, все рассказали. Вот теперь у нас как бы большое будущее. Серпуховские дачники наконец-то могут быть уверены, что теперь власти повернулись к ним лицом. И первый результат уже ощутим. Дорога к поселку перестала быть бесхозной. Ремонт и уборка ее – обязанности ответственных организаций.